Так, встречайте, Саша Есипен. Всем привет. Сразу зайду с места... Да, давай, давайте. Спасибо. Сразу зайду с места в карьер. Похлопайте те, кто писает ночью. Ну, в смысле, не в кровати, а встает, идет в туалет. По ночам просто. Вот. Что-то как-то не все стесняются, да? Мне кажется, просто на самом деле это нормально, писать ночью. Я надеюсь, сейчас мужская половина зала меня поймет во время моего выступления, а женская узнает кое-что новое о мужском быте, потому что я буду делиться своими переживаниями насчет этого всего. Вот. Я стал в последнее время чаще писать по ночам, и надеюсь, это не из-за того, что... Надеюсь, это не из-за того, что я сижу на холодном, потому что я дома сколотил себе табуретку из сердец своих бывших, и сижу на ней перед компьютером. Ну, да, я, конечно, вы поняли, что это неправда, потому что бывшая у меня всего одна. И из ее сердца Максим Буфих можно было сделать столько. Но на самом деле в нашей жизни, в жизни каждого из нас, бывают моменты, когда очень важна концентрация. И это касается и ночного мочи с пусками. Концентрация важна, когда несешь, например, холодный суп в горячей тарелке, который только что погрел на кроваволновке. В сексе очень важна концентрация, да? Ведь каждый из нас учили в школе про контрацепцию. Контрацепция. Ну, например, еще во время выступления очень важна концентрация, потому что нужно быть очень сконцентрированным, чтобы поймать хоть одну шутку. И, например, в лагерях смерти, там же концентрационные, да? Ну, типа, я просто проверяю, насколько вы отбитые. Нормально, хорошо, не заходят. Это правильно. Но при нашлом мочи с пусками тоже очень важна концентрация, потому что стоит ее хоть на секунду потерять, как концентрация мочи вырастает на себе. И на самом деле ты в этом момент максимально уязвим. Ты только что сонный, встал в постельке, и как хан Соло на своем звездолете огибал препятствия в виде табурета, которые выскакивают в тебе под ноги, тумбочек, которые стремятся уничтожить твой мизинец. И ты доходишь до сортира, я его называю сортиром, потому что ночью он реально просто тир, и поэтому доходишь до него, до сортира, включаешь свет и просто слепнешь. И поэтому я не очень вижу смысла, зачем включать свет, потому что результат будет один все равно. То есть что-то хоть ты, а слеп хоть нет. И очень большая разница между ночным очистопусканием у девушек и у парней, я думаю, потому что... Что, девушки? Девушки пришли, сели, вздремнули немного, встали, смыли и ушли. А нам, парням, нам приходится стоять. Стоять и держать концентрацию. А это очень сложно, потому что в этот момент мы держим не только концентрацию, и мы бы, наверное, могли тоже сесть, ну, как бы ночь, никто не видит, ну, что, ну, присел бы там тоже вздремнул, но нет, нет, мы должны стоять, потому что мы знаем, нам нельзя писать сизе. Это просто такое правило. Нас всех этому учат. В школе нас 7 лет забирают в Тибет и там обучают, как правильно писать стоя, а и что, везде делается это сизе. Потому что если хоть раз пописать сизе, то в мире умирает один петушок, а мы очень любим петушков и не хотим, чтобы они умирают. Ну, вот, собственно, ну, этот момент наступает, потому что периодически ты теряешь концентрацию и... Вот, а... Кто-нибудь из вас бывал в 4D в кинотеатрах? Похлубить, кто бывал? Да, и вы, наверное, у меня поймете, потому что чувствуешь себя, как наш козий шикот, который вы поливеризатором побрызгали за то, что он что-то сделал не так. Моча только что бывшая теплая, и уже неприятно холодить тебе ногу. Или обе ноги. Тут как повезет, как карта ляжет. И тебя даже ведь не жалило медузы. От этого вы не обиднете, согласитесь? Хотя, собственно, хорошо, когда это происходит у себя дома, а не в общественных туалетах, потому что если такое происходит в общественном туалете, то на тебе окажется не только твоя моча, но моча еще у 11 мужиков, которые были там для тебя. Потому что 12-й ты себя смыл за собой. И еще за 11 мужиками, которые были до него. Я называю это стартивный цикл, потому что это каждый 12-й мужик должен смывать за собой. Это общественное время такое, вид общественных работ. И тут ты тоже можешь попасть как в число 11, так и в число 12. Как будет настроение? И вот сейчас стали появляться какие-то сенсорные с сенсорами, которые смывают за каждым посетителем. Я лично против этого, потому что именно так. Технологии уничтожают традиционный вклад общества. Всем спасибо, у меня все.